ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Зачем фуражку одел, клоун? А ты хули очки одел, ты? Так что ты российскую фуражку одел? В Германии сидит, одел российскую фуражку, для чего? Я в Германии? Конечно А я в Германии? Да Хорошо Позел в Германии Что, что? Зачем ты одел российскую фуражку? Я в Германии? Ты в каком городе сейчас находишься? Я в России Ты в России? А в город какой у тебя? В Оркута В Оркута? Слушай, а ты со мной по телефону говоришь или по компьютеру? Я с тобой по связи по телефону А по телефону Ты что, блядь, дурак? А можешь показать часы? Сколько у тебя сейчас времени? Часы в Москве? Москва Покажи, покажи часы Ща, блядь, я тебе покажу А, ну тихо, тихо, не ори, не ори Ну че ты голосишь? Давай спокойно Без мата, во-первых Во-вторых, покажи мне свое время, брехло Ну, так, слушай Ты будешь ругаться, я тебя переключу Ты ругаешься матом, смотри У меня программа, когда человек начинает ругаться матом Она выключает звук Поэтому я вижу, что ты хлопаешь своим наполовину беззубым ртом Но не слышишь, что ты говоришь Поэтому, если ты готов Если ты готов говорить без мата Кивни головой И я тебе включу звук Если ты не кивнешь головой Значит, ты не готов говорить без мата И я тебя пошлю вслед за всеми остальными Которые цепочкой, такой вслед за русским военным кораблем И регулярно от меня уходят Ну, смотри Не хочет чувак кивать головой Ладно Тогда за кораблем идешь, да Ну, а как иначе Я не вижу смысла продолжать это Здравствуйте Привет Вы откуда вы? Я из Калифорнии В Калифорнии живу Родом из России Круто, круто У меня тетка в Техасе живет А, серьезно? А вы откуда, из какого города? Ну, сам я из Сибири Сейчас в Питере Тетка штор отказывает смешного Ну, как ты Нет, она сперва жила в Швейцарии В Карловых Варах И вот потом они уже перебрались Ну, дети в Швейцарии остались А они с мужем в Техас, короче В Карловых Варах в Швейцарии, да? Или где это? В Чехии В Чехии Ну, они потому что там жили везде Кого Вара это Чехия Слушай, ну хорошо А что они говорят по поводу Как они относятся к тому, что Россия сейчас фашистствует в Украине? Они вообще у меня о политике не говорят Почему? Ну, потому что женщины о политике не говорят Говорят В моей семье нет им пофигу Они занимаются женскими делами Ну, понятно Ну, хорошо А ты, ты мужчина Ты как к этому относишься? Положительно Положительно к тому, что ваша страна пошла в соседнюю страну убивать людей? В смысле наша страна? Ты же из России Ты же твоя страна Я родом из России Моя страна это Америка Я живу тут уже очень долго Ну, как пошла убивать? Защищать, скорее всего, пошла? На чужую территорию? Ну, пригласили Пригласили Кто пригласил? Жители Донецка То есть, если у вас жители какого-то города пригласят к себе, например, там, чужую армию чужой страны Она на полных основаниях имеет право заходить, захватывать территории, присоединять к себе Я правильно понимаю? Да Нам русским так можно Ну да, не, я согласен Что? Этим русский отличается своей первобытностью, дикостью Дикостью Да Я вчера как раз Двумя людьми Это пугает вас? Двумя людьми Ну Ну как пугает? Это не пугает, а это Напрягает Вся разуме Россия осложняет жизнь Ну Большой части мира Это их проблема К России Ну, больше-то, больше-то как презрение Как к куску дерьма Чем боязнь, конечно Прискорбно это слышать Казался таким умным человеком Прискорбно, конечно, прискорбно И мне это прискорбно слышать Давай иди и дальше Мне очень обидно, что Россия превратилась Ага, стоп, убежал Казался таким умным человеком Да А ты мне сразу что-то не показался умным Я сразу Подумал, что ты Будешь вот тем Коим ты себя и проявил Здрасте Здрасте Вы меня слышите? Меня слышите? И кто это поет у вас там? Кто это поет у вас там? У нас поет Все поют Вот Что поет Как он был на здоров Как в космире Вон он здоров Был бы ты Обголетший пыль Этот день мы приближали Посмотрели Это день победы Он там пропал Слушайте, можно вопрос вам? Что можно вопрос? Можно вопрос? Что? Можно вопрос? Вопрос Можно вам задать? Вопрос Можно вам задать? Да? Вот Смотрите По поводу Дня Победы Как раз Ну Песня Хорошая Как Советский Союз С союзниками Да Победил Коалиция антигитлеровских Победил фашизм Как вы Видите Вашу Победу России Над Украиной? Как вы ее видите? Какую же победу Над Германией? Ну в чем она будет выражаться? В чем она будет выражаться? Ну что за вопрос? В чем она будет выражаться? Смотрите Я сейчас объясню Победа над Германией Выражалась в том Что Значит С двух сторон Подождите Я не закончил С двух сторон Была Была взята Германия Полностью И был подписан Была подписана Капитуляция А в вашем случае Как вы видите победу? Я вас послушала Я вас послушала Это во-первых У меня встречный вопрос Не Ответьте на мой Вначале Потом встречный Нет 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 А вы боитесь Ответить на мой вопрос? Понимаю Я не боюсь Ответить Вообще Я знаю Что Россия победит Украину Так ответьте В чем это будет заключаться? Потому что Уже Половина Украины Большая часть Половины Украины В чем это будет заключаться? Она уже Под влиянием России Это во-первых Можно В чем заключаться победа? В чем будет Россия? Это во-первых Во-вторых А в чем вы видите Победу Украины Зеленского Там и так далее Блять Над победой в России Не ругайтесь матом Я могу ответить на вопрос Вообще В чем Может заключаться Победа Украины Я могу ответить Давай Хорошо Давайте Давай Вначале Ответь на мой вопрос Потом я тут же на твой ответ Но вы же старше меня Да Поэтому Ответь первое На мой вопрос Хорошо Если вы считаете Что я не могу ответить На ваш вопрос Я жду Вопроса Ответа На мой вопрос Все Меня удовлетворило Ты сказал Что ты не можешь Ответать на мой вопрос Я с этим согласен Потому что Ответа у вас нет Естественно Поэтому я отвечаю на твой вопрос Значит смотри У тебя очень сильное эхо Не говори одновременно со мной У тебя очень сильное эхо Очень сильное эхо И я себя слышу Поэтому я тебе сейчас когда отвечаю Я тебе выключаю звук Чтобы свое эхо не слышать А после того как я отвечу я тебе включу Куда ты убежала курица Жалко Я выключал звук только из-за эха Я с ней реально хотел Диалог Видите как классно Она естественно не может И никто не может из россиян ответить В чем он видит победу России над Украиной Никто из них Не может на этот вопрос ответить Потому что Ответ у них всего один Если бы они его озвучили Это вот То есть полностью захватить Украину Поменять власть и так далее И так далее Но ни один россиянин На этого не скажет Потому что они поняли Что они не могут даже близко Этого сделать Они Авдеевку брали Активными штурмами Мясом своим Чуть ли не полгода До этого Бахмут они брали Я вообще не знаю сколько там Год или сколько О каком взятии идет речь Поэтому они не могут ответить на этот вопрос Это очень классный вопрос Вы знаете Очень классный Здравствуйте Привет Как оно ваше? Ничего? Нормально О чем хотите провалить? Что хотите? Не знаю о чем О чем вы говорите? Про войну говорите Про войну? Ну давайте Есть у вас вопросы? Да есть конечно Ваш президент Если это ваш президент Конечно Зеленский Заявил что У вас потери С 2 года 31 тысяча Что заявил? Еще раз Внятно только скажите Заявил что У вас потери 31 тысяча Человек Так Как вы к этому относитесь? Ну заявил Заявил Ну то есть вы считаете Что это адекватное Ну заявление Правильно? Честно говоря Понятия не имею Адекватное Это заявление Или нет Может быть И адекватное Я не знаю Ну то есть Вы реально Считаете Что за 2 года войны Украина потеряла 31 тысячи человек Нет Украина потеряла Намного больше А военных Ну может быть Именно убитыми Да Это может быть Тут даже вы меня То есть А военных Ну вообще Так На любом военном конфликте Военных Утраты военных Гораздо больше Чем граждан Что вы говорите Да Нет У вас плохо Плохие У вас страдает Знание Ага Ну давайте Попомните У вас страдают Знание Как вы думаете Во второй Мировой войне На территории Советского Союза Сколько погибло Военных А сколько Гражданских Не знаете Не знаю Сколько У кого больше Погибло Гражданских Или военных Вообще Погибло Около 20 миллионов Сколько Из них Было Гражданских Сколько Военных А кого Было Больше Там не Отчленяют Нет Отчленяют Отчленяют Это в школах Преподавали В советских 12 12 гражданских И 8 Военных Ага А у вас Погибло 31 тысяч То есть Вы Поняли Что вы Обделались Тем Что всегда Военных Больше И значит Идем Сейчас дальше Правильно Да Все Закончили С этим Хотя На самом деле Цифра Не соответствует Потом В 90-е годы Эта цифра Ушла Из 20 К 40 Даже К 50 Миллионам Больше Мы закончили С военными И Перейдем Короче К конфликту В Израиле Вы хотите Перейти К конфликту В Израиле Да Ну давайте Давайте Что вы Что вы Хотите Перейти Когда военных Погибло И сколько В Израиле Да Понятия Не имеют А Вот так Да Понятия Не имеют Я таких Цифр Нигде Не видел Опубликованных А где Вы Увидели Цифры Про Украину Про Украину Что так Вы же Сами Скажите Что Зеленский Это Сказал Я Ваш Президент Сказал Я Вас Спросил Вы Согласны Вы Говорите Да Я Согласен Я Говорю Да Я Это Не И Что И Что И Смышь Не Откуда Я Как Я Могу С ним Согласен Или Нет Я Что Проверял Эти Цифры Это Зависит От Метода Подсчетов Считать Можно Смотреть Считать Можно Со спутников Самолетов С дронов Считать Можно Просто Количество Людей Вот Какую Ему Информацию Дали То Он И Преподнес Как Я Могу Быть С В Три Рада Больше Чем Ну Потому Что Они Так Считают А Зеленский Так Считает И Что Что В чем Вопрос Заключается Я Не Понял Вы Умейте Сформулировать Вопрос А Залужный Говорил Короче Что Утраты Украинской Армии Ну Явно Не 31 А Сколько Он Говорил Он Говорил 80 Залужный Да Покажите Зачем Вы Говорите Залужный Никогда Не Отзвучивал Цифру Зачем Вы Сейчас Врете Это Во-первых Во-вторых Утрата Армии И Убитые Это Разные Вещи Если Вы Послушали Внимательно Зеленского То Он Сказал Что На Одного Убитого Приходился Ни Один Ни Два И Даже Ни Три Раненых А Больше Ага Ну Вот У Ну И Сколько Это Получается Что Где Сколько Получается Ну Если 31 тысяч Убитых Ну Сколько Раненых Я Не знаю Сколько Он Сказал Раненых Вы Я Так Понимаю Вообще Не Слушали Его Заявление Нет Не Слышал Так О чем Это Разговариваем Я Слышал От Других Людей Я Верю Я Верю Вы Сказали 31 тысяч Ставлю Ставлю Сомнение Я Вам Верю О чем Мы Разговариваем Если Вы Даже Не Слушали Заявление От Вашего Президента Так А Зачем Мне Это Слушать Для Чего Как Это Для Вас Было Рассказано Нет Я Слушал Аналитиков Которые Его Аналитики Тихо Тихо Не Не Кричи Не Кричи Не Кричи Не Кричи Собирайся Идти Не Кричи Успокойся Куда Ты Убежал Убежал Очень Хорошо Ну Сказал Он Это Да Он Так Читает И Что Дальше Вопрос Ко Мне В чем Чувак Так И Не Понял Кстати У него На Нижней Челюсть Такое Вещение Что Вообще Не Было Зубов Вообще Ни Одного Капец Относительно Молодой Он Считает Количество Убитых Военных А Количество Своих Зубов Оставшихся Не Удосуживается Посчитать Вот Так Вот Бывает Т Сто Сто Tay Но Сто Сто Конία